Друзья, всем привет! Вы на семейном канале! И сегодня я хочу обсудить весьма щепетильную тему Насколько это решать уже вам? И предложение такое Я хочу сегодня поговорить о присутствии отца на родах Либо об его отсутствии Сразу оговорюсь, что мое мнение субъективное, предвзятое И я ни в коем случае о нем не настаиваю Я только предлагаю подумать и поразмышлять над этим вопросом Поехали! Прежде чем перейти к современной ситуации Давайте сначала вспомним немножко историю Опустим Рим и Спарту с их суровыми нравами Естественно, это плохой пример для нас Давайте разберем российскую историю После этого я скажу свои доводы за и против присутствия Родителей мужского пола на родах А дальше выскажу свое личное мнение Насколько мне известно, в России не было строгой обобщенности На тему присутствия мужчин на родах или нет В некоторых областях мужчина присутствовал строго обязательно на родах А в других же областях всех мужчин выгоняли из хаты или из бани Смотря где жена рожала Мое личное мнение, что те места, где все-таки мужчина присутствовал в природах Было связано скорее с суеверием, традициями, обычаями Такими как, например, пеленание ребенка в рубашку мужа Чтобы он был ближе к отцу и сразу его признавал Какие-то присказки мужа при перешагивании через жену, катающуюся попу и так далее Очень много связано с чертями, с ведьмами и прочей нечистью Конечно, была небольшая помощь страны мужа, например, подать воды Надавить коленом на спину и прочее При появлении уже какой-то более-менее здравой современной медицины Перестали пускать в том числе и мужей в палату Отцы не присутствовали при родах И только вот в наше время, примерно 20-30 лет, как пошла в моду такая практика Как присутствие отца при родах жены Я сейчас попробую сформулировать свои положительные за и отрицательные нет О присутствии отца на родах Итак, положительные стороны В первую очередь, конечно, психологическая поддержка роженицы Второй момент, это то, что муж способен проконтролировать акушеров, гинекологов, врачей То есть женщина будет более спокойно себя чувствовать Третий момент, это элементарная простейшая помощь Поменять положение жены, помочь ей перевернуться Какой-то сделать легкий массаж и так далее И четвертый нюанс, но это скорее не мое мнение, но это навязанное со стороны Мнение такое существует, что отец при виде младенца Очень сильно к нему привязывается У него просыпаются действительно отцовские чувства Отрицательная сторона всего этого действия В первую очередь, это сильный психологический стресс со стороны отца Это невозможность его принять активное участие, оказать посильную помощь Кроме того, он может создавать помехи тем же самым акушерам и врачам Второй момент, это то, что женщина может чувствовать стеснение Какой-то неловкость, страх перед мужем И третий, самый основной момент, как я считаю, что шаг к рождению ребенка Он очень осознан Если отец адекватный, нормальный Значит, он еще до родов хочет этого ребенка Он готов его воспринимать То есть не нужно рассматривать эту ситуацию В сравнении того, что если отец увидит младенца Он пропитается еще больше любовью Если отец готов, он и так испытывает любовь к своему ребенку Ну и что же, подытоживаю, хочу сказать, что Мое личное мнение, это то, что отец не должен присутствовать на родах Да, я соглашусь, что возможно он должен присутствовать в предродовой палате Для оказания психологической помощи своей жене и матери будущего ребенка Но, ни в коем случае не стоит заходить в палату Я считаю, что муж, если он не врач и не акушер Он не подготовленный человек Он может создать панику Он может навести там хаос Он, в конце концов, может расстроить свою собственную психику Но, возможно, я не прав Возможно, стоит попробовать оба варианта Учитывая, что я пробовал только один Я в народах не присутствовал Но для этого мне нужны веские аргументы Если вы такие приведете в комментариях Милости прошу Welcome И, конечно же, я призываю вас принять активное участие в обсуждении данного вопроса Делитесь своим мнением Подписывайтесь на канал Ставьте пальцы вверх Обязательно оставляйте комментарии В том числе гневные Но, главное, аргументированные И, конечно же, смотрите нас Дальше будет только интересно Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok